Тут потрясающий факт того, что мне через месяц уезжать в Америку, а книг у меня на полке становится все больше и больше. Всем привет, ребят! С вами снова я, Энтони Лай. Это очередное видео на моем канале. И да, сегодня у нас что? Правильно, книжное видео. Я знаю, что вы по ним скучаете. Я тоже по ним очень скучаю, но у меня нет столько времени, чтобы читать много книг. Зато есть издательства, которые присылают мне книги, есть люди, которые дарят мне книги, есть книги, которые я покупаю, но знаю, что я их не прочитаю, поэтому жизнь очень странная штука. Но сегодня я покажу вам огромное количество потрясающих новиночек, плюс расскажу про книги, которые я почитал, плюс, может быть, начну читать хоть какие-то из них. Боже мой, давайте начнем. Ну что, как обычно, давайте начнем с прочитанного. И первая книга это «Один из нас лжет» Карен Макманус. Вы знаете, что я вам уже миллион раз рассказал про эту книгу. Чуть подробнее я рассказывал о сюжете как раз-таки в предыдущем видео и в своем влоге «24 часа чтения». Можете посмотреть, если вам интересно. Опять же таки, книжка интересная, подростковый детектив, все дело как раз-таки крутится вокруг того, убили ли главного героя или не убили. Если убили, то почему? Если не убили, то как он умер? Что вообще происходит? Я могу вам смело сказать, что книга достаточно интересная, если вы любите как раз-таки такой жанр, плюс язык чем-то напоминает относительно Дженнифер Арминтроуд. Но получше, потому что что Дженнифер Арминтроуд не стесняется иногда в выражениях, но дело не в этом. Дело в том, что я досчитал до концовки, потому что мне многие говорили, что концовка им не понравилась. Мне концовка тоже не понравилась по одной простой причине. Я не ожидал того, что произошло, конечно, но в плане как раз-таки именно вот «Вау!» ничего не было. Абсолютно ничего. То есть это был один из тех вариантов, которые я такой «Ну, возможно, это будет, хотя мне кажется, это дико тупо». В итоге он произошел. Я посмотрел на это все со стороны как раз-таки удивления и какой-то, знаете, таинственности, мистерии, загадок и прочего дерьма. Но в итоге не получил того, чего ожидал, поэтому впечатление от книжки слегка смазалось. Но если вам нравятся такие вещи, плюс вам нравятся подростковые детективы, тайн, загадки, мистерии, школьная атмосфера, и все вот это, то, пожалуйста, читайте. Думаю, она вас не разочарует. Хотя концовка мне, конечно, не понравилась. Следующую прочитанную книжку я вам тоже уже показал. Называется «О чем говорят бестселлеры» Галины Ивзефович. Это довольно-таки интересный нон-фикшн о том, как строятся бестселлеры, что почитать, почему почитать. Плюс Галина приводит в такие огромное количество разных списков разных жанров, литературы и авторов. Поэтому если вам нечего читать, и вы что-то хотите почитать, такого прям романтичного, эзотеричного, классического и всего остального, то эта книга вам смело поможет определиться, потому что тут рассказывается о критиках, о том, как создаются обзоры как раз-таки на книги, почему они есть, зачем они нужны, почему мы их читаем и все остальное. Поэтому, ребят, очень интересная книга. Опять же-таки нон-фикшн меня очень в последнее время сильно удивляет, особенно русский. Я такой, боже мой, русские авторы, что происходит? Поэтому читайте, наслаждайтесь и узнавайте новое. Следующая книжка, которую я читаю на данный момент, тоже является нон-фикшном. Это Анна Шус, текст, который продает, тоже моя коллега-блогер. И честно, мне эта книжка очень нравится в том плане, что я хочу для вас создавать какие-то интересные тексты в Инстаграме, в жизни, в книгах, во всем остальном. И здесь как раз-таки рассказывается о стратегии того, как писать текст, как сделать из этого привычку, почему, зачем, как, плюсы-минусы и все остальное. Мне очень импонирует обложка этой книги, плюс очень мне нравится тот факт, как эта книга выпадана внутри, потому что есть очень много разных вырезок, советов, статей, плюс какие-то сайты, как они делаются, как они строятся, как это пишется, как это рисуется, как это все создается и все остальное. Поэтому, ребят, если вы потеряли свое вдохновение в плане того, чтобы писать тексты и какие-то вообще вещи, то, пожалуйста, читайте, наслаждайтесь, пишитесь, учитесь и делайте все, что вы хотите, потому что вы этого достойны, потому что вы молодцы. Так, это книжное видео, не выцелотевационное, мы типа... Давайте к следующей книге перейдем. На моей истории в Санкт-Петербурге мне подарили книжки, поэтому я очень, несказанно, рад этому. Первая из них это мы, Евгения Замятина, одна из самых известных антиутопий в мире. Мне говорят все, что эта книга напоминает Орола, 1984, поэтому схожесть с сюжетом, мне как кажется, по описанию есть, если там, опять же, глобальный контроль над личностью... Тантроль? Что такое тантроль, мать? Тантроль! Что это за слово? Это типа тролли контролируют мир, это что? Bitch, what the fuck? Глобальный контроль над личностью, тоталитарное общество и прочее потрясающее дерьмо, которое я очень люблю в антиутопии, поэтому надеюсь, что книжка мне понравится. Следующая книжка, которую мне подарили, называется Куриный бульон. Сто одна из истории о чудесах, о надежде, вере и прочем потрясающем дерьме. Я, честно, не люблю читать такие книги, по одной причине, что они слишком сладкие для меня, слишком романтичные, слишком прекрасные, слишком нереалистичные, потому что я люблю кровь, слезы, месть, смерть и все остальное. Боже мой, фанфики в 14 лет я такие искал очень часто. Короче говоря, мне все говорят, что это просто потрясающие книги, чтобы закутаться вечером в плит с чаем и читать, 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 читать и наслаждаться жизнью. Поэтому я надеюсь, что тут будет что-то интересное. Одно из моих самых любимых издательств прислало мне книжку, которая называется «Палач Даниил Коул». Это издательство АСТ. Это, опять же таки, очередной бестселлер. Детектив, смерть, все как надо, убийство, что происходит. Боже мой, но самое прекрасное это то, что вот такие вот кровожадные обложечки, это просто... Почему меня так тянется ловать книги? Не знаю. В общем, если вы любите детективы, причем мрачные такие, таинственные, с убийствами, кровякой, внутренностями и всем прочим потрясающим дерьмом, которые я люблю смотреть только при просмотре сериалов, то покупайте, наслаждайтесь и читайте, потому что жизнь у нас слишком короткая, что брать все на плохие книги. Вы уже наверняка знаете, насколько сильно я люблю графические романы и комиксы, поэтому издательство «Ман и Бенов и Фербер» продолжает меня радовать своим существованием и отправлять мне вот эти потрясающие вещи. Вы посмотрите, насколько это круто. Вот просто... Нет, давайте отложим вот эти книги, я покажу вам книги про единорогов, потому что единороги – это та вещь, которую я люблю в своей жизни. Видите вот это? Это просто потрясающие толстенные комиксы про единорогов. Твою мать. Я сдох, когда увидел. Еще у меня тут есть вот эта потрясающая вещица, комикс, который научит вас рисовать 9 практических шагов, как к этому прийти, и, видимо, даже такое бестолтное дерьмо, как я, научится это делать, поэтому... Почему бы не научиться рисовать? Знаете, 22 года, почему бы не научиться рисовать, да? И вот эта потрясающая вещь. Эпифания – девочка, которая боялась свои тени, напоминает мне мой любимый мультик «Карлина в стране кошмаров», именно своей как раз-таки эстетикой и рисовкой, потому что тут главная девочка-героиня тоже на нее очень сильно похожа, но при этом тут такая замечательная история, потому что я уже прочел тот комикс, и он просто волшебный. Следующую книжку называют «Такой же серьезной и такой же грустной», как «13 причин почему». Это плейлист смерти Мишель Тфаников от издательства «Лайкбук». Книжка рассказывает о мальчике, который обнаружил, что его лучший друг покончил с собой, оставил предпятную записку и флешку с аудиозаписами. Больше нам ничего не рассказывается. Что? Как? Зачем? Почему? Вы знаете, как я отношусь к этим книгам. Ни одна книга из вот этой серии мне не понравилась, но при этом эти обложки подкупают меня настолько сильно, что я такой... Твою мать! Вы помните, как я читал «Сестры по глаголу и разумию»? Это была просто отвратительная книга, но обложка была просто волшебная, поэтому я надеюсь, что здесь будет совсем наоборот. Следующая книга называется «Счастливая». Она от Эли Сиболт, которая написала «Милые кости». Если вы не знаете, что это за книга, почитайте обязательно, посмотрите фильм. Фильм просто бомбезный. Здесь, в принципе, нам особо не рассказывается в сносе о чем книга, кроме того, что здесь у главной героини, которая является нашим по совместительству автором, была какая-то личная травма, личная трагедия, которую она решила искать в этой книге, поэтому я не знаю, что, как, зачем, почему, но мне очень интересно. Другие книги следующего автора я вам уже показывал. Это «Семнадцать потерянных» нового Рэндсума. Я показывал у нее другую книгу в предыдущем своем как раз книжном видео. Здесь нам рассказывается про девушку, у которой есть потрясающий талант видеть пропавших людей. То есть, если она видит какую-то листовочку или что-то где-то еще, пропал человек, она такая «Бум! Твою мать, черт возьми!» Это напоминает мне, честно, какой-то сериал. Я не знаю, какой. Если вы знаете, напишите мне. Хотя, возможно, это говоря еще с призрегами Дженнифер Латхьюитт. Не важно, короче говоря. Здесь какое-то происходит таинственное дерьмо, или не пропали ее лучшие подруги пять лет назад около какого-то страшного особняка, в котором произошло что-то ужасное. Вы видите, чуете запах как раз-таки таинственного детектива, мрачности и прочего потрясающего книжного дерьма, господи. Поэтому, если вам интересно такое, а мне интересно, вы посмотрите. Я обожаю когда-нибудь такое делать. Это просто прекрасно. Я надеюсь, что эта книга не разочарует. Ну и последняя книжка у нас на сегодня это новинка издательства «Лайкбук. Никогда-никогда» Калин Кувер и Тарин Фишер. Книга, рассказанная вам о том, как Чарли и Сайлос, лучшие друзья, потеряли память и не оказываются в школе, они не понимают, что происходит, что, как, зачем, почему, почему мы ничего не помним твоим, а что происходит? И на этом фоне как раз-таки завязываются все основные события в этой книжке. Книжка довольно-таки тонкая, плюс у нее вот такая вот гнущаяся обложка, что мне в последнее время очень нравится, потому что ее можно сделать вот так вот. И не бояться, что книга начнет орать, скрипеть на тебя, и другие люди будут смотреть на тебя, как на идиота. Поэтому зацените новиночку. И в принципе все. И да, ребят, на сегодня у меня все. Если вам понравилось это видео, всегда то я очень этому раз. Спасибо, что все еще меня смотрите. Я вас невероятно сильно люблю, и вы должны об этом знать. Напишите мне внизу, какие книги вас больше всего заинтересовали, плюс что вы сейчас читаете, какие книги вы планируете купить, что вы больше всего ждете, зачем вы их ждете. Все, что связано с книгами, напишите мне внизу. Буду ждать ваших комментариев. С вами был я, Энтони Лайк, но не помните, всегда оставайтесь верными себе, дочевам всех ваших причин. Люблю вас, не могу. Читайте хорошие книги. И у меня совсем скоро... У меня совсем скоро на этом и самом месте. Ну, ты пулемет, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok